В школах района с началом лета открылись лагеря дневного пребывания, где ребята под присмотром взрослых весело и интересно проводят каникулы. В программе работы лагеря спортивные, творческие и развлекательные мероприятия, а также многочисленные экскурсии по памятным местам Славянска на Кубани. Здесь на карте вдоль берега реки Кубани мы видим с вами цепь укреплений, крепостей, которые были построены Александром Васильевичем Суворовым. Для какой цели, как вы думаете? Одно из знаковых мест нашего города, где можно узнать все об истории Славянского района, это, конечно, историко-краеведческий музей. В летние месяцы его двери всегда открыты для юных славянцев, желающих познакомиться с историей своего родного края и города. На протяжении всей летней кампании сотрудники Славянского историко-краеведческого музея проводят еженедельное мероприятие летнего детского досугового клуба «Яркий мир». На занятиях этого клуба мы не просто проводим экскурсии, но и организуем мероприятия с привлечением предметов кубанского быта, с интерактивными приемами различными, смотрим мультфильмы, обсуждаем документальные фильмы, которые снимают сотрудники нашего музея, посвященные истории нашего края, военному периоду. Обсуждаем не только какие-то летние темы, веселые, но и очень на серьезные темы говорим. В день, когда мы снимали сюжет, в музей с экскурсии пришли ребята из 16-й школы. Многие из них здесь были впервые. Дети с любопытством и интересом слушали рассказы о жизни казаков, о том, какие предметы быта они использовали. При этом ребята могли не только трогать экспонаты, но и как на машине времени перенестись на два столетия назад и на себе испытать все тяготы казачьего быта. Например, с помощью специальной деревянной доски, рубеля, погладить белье или принести воду на коромысли. Детям, родившимся в эпоху электричества и интернета, даже трудно представить, как их сверстники, начиная уже с 10 лет, были полноценными помощниками по хозяйству, выполняя подчас совсем не детские обязанности. И, конечно, благодаря таким экскурсиям история родного края становится для юных славянцев ближе и понятнее. Рассказывали о многом чего, когда была какая хата, какие были вещи и одежда. Очень были прикольные утюги, и когда несли бедра, как сейчас. Вот с помощью таких наглядных пособий, сопровождающихся увлекательными рассказами об истории нашей малородины, сотрудники Славянского историко-краеведческого музея проводят для юных славянцев интерактивные экскурсии, знакомя их с богатством казачьей культуры. Ребятам такое путешествие в историю очень нравится. Своими впечатлениями они с удовольствием делятся в журнале отзывов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова